Русъен янтарный, он же жемчуг запорожский. 12 августа. Практически готов. Чуть-чуть с теневой стороны вот ее зеленоватые ягодки. Но снимаю сейчас, потому что мы его сейчас будем срезать и съедать. Значит, касаемо грозди опыления. Опыляться он может не всегда хорошо. Ну, в среднем получаются вот такие грозди. Вот такие вот грозди, да, и до 4 на побег. Есть горошения, да, мелкие ягодки. Ну, вот эти мелкие ягодки быстро и рано созревают. Более того, они будут без косточки. Вот показываю еще другие грозди. С другой стороны не убираю лист, потому что едят птицы. Ну, вот такие грозди. Вот такие грозди. Для хорошего опыления ему желательно два фактора. Это полив во время цветения. Ну, и нормальное проветривание. Я всегда показываю, что вот у нас, вот здесь шпалера, это при стенок. Соответственно, здесь проветривание всегда слабое. Поэтому и такое может быть опыление. Однако, по срокам он один из самых ранних. На нашем участке, смотрите, может давать также посынковый урожай. Вот тоже вот это одна грозди. Да, если бы она хорошо опылилась, тут вообще было бы все очень красиво. И повторю, что до четырех таких гроздей на побег он может выдавать. На 12 августа он у нас готов. Кислоты в ягоде нет. В ягоде хороший сахар и приятный фруктовый привкус. При этом может долго висеть на кустах. Будет цвет ягоды меняться вплоть до такого совсем янтарного коричневого. Но висит он хорошо. Впрочем, мы его держать не будем. Мы сейчас его срезаем и съедаем. Вот этот руслин на втором участке, не в пристенке. И здесь он тоже готов. Даже ягодки, которые вот кажутся более зеленоватыми, на самом деле, они съедобны. Можно не просто выедать желтенькие, а срезать целую гроздь и кушать с удовольствием. Ну, еще пару характеристик сорта. Сильно рослый. Всегда хорошо зреет лоза. Без обработок может хватать. Аидиум при стандартных профилактических обработках. Никакой головной боли он не доставляет. Также из-за не самого лучшего опыления мы его никогда не нормируем. Оставляем все четыре грозди на побег. Опять же, для сравнения, например, Супер Экстра у нас в этом году еще не готова. А вот Руслен все уже мы едим.